Книга Оруэлла 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 Ну вот, все это они начали, даже начали с пристрастием, так сказать. В результате первого же обыска у Анатолия Чернышева обнаружили практически всю антологию тогдашнего самоздата. Орвало из Сложеницына, Зиновьево и Конквиста, Войновича, Замятина и многое другое. Из обвинительного заключения по уголовному делу номер 20. Обвиняемый Чернышев, проживающий в Томске в период с 1978 года и до ареста, занимался изготовлением и распространением в печатной форме произведений, содержащих заведомо ложные измышления, порочащие советский государственный и общественный строй, используя для этого оригиналы книг и иные печатные тексты, полученные от обвиняемого по настоящему делу Ковалевского и от других лиц. Ознакомившись с ними, убедившись в их антисоветском и клеветническом содержании, Чернышев хранил их по месту своей работы и жительства. На оборудовании лаборатории судебных экспертиз размножал их, изготовляя фотонегативы и фотокопии, которые передавал для прочтения и продавал своим знакомым. Вскоре после ареста Чернышева настала очередь и его от ныне подельника Александра Ковалевского, кандидата наук, сотрудника одного из томских НИИ. 9 февраля меня арестовали, когда шел на работу, я в НИИ ББ работал тогда, вдруг от стены отделяется несколько человек, я только сейчас увидел там машина, Волга стоит, меня под белые руки и в машину. И куда? Отвезли в КГБ, там была очень краткая беседа, ну по-моему не более получаса, и после этого отвезли сюда в СИЗО. Третий основной фигурант этого дела, Валерий Кендаль, сегодня живет в Москве, а почти весь 82-й он провел также в этом СИЗО. На первых же допросах выяснилось, что КГБ интересуется не только сам издатом. Незадолго до первых арестов в городе появились листовки антисоветского содержания. Кто-то расклеивал их по ночам в разных районах города. Они, я так понял, искали, искали множительную технику, например, ну радиоценный, передатчик даже искали. У меня был, когда и ШИМ приобрел, а антенну я запустил на пятый этаж туда, и они пришли, так у меня на столе стоял и ШИМ, и они смотрят на какой частоте. Ага, значит, слушал голос, там, Америки или что-то таком. Ну и вот они разрабатывали, то есть это, конечно, что зацепили, и это мелочок, они искали здесь в центре, ну типа, может быть, резидентуру даже. Все арестованные, однако, в один голос уверяли, что о злополучных листовках ничего не слышали. Но запущенная КГБ машина, начав работу, раскручивалась на полную катушку. Располагавшийся в 82-м году в этом здании Томский комитет государственной безопасности трудился в тот год с особым усердием. Более полугода длилось следствие, в котором были задействованы 9 следователей из 5 управлений КГБ. В Томске, Москве, Киеве, других городах Союза прошли десятки обысков. 100 человек были вызваны на допрос. В ходе следствия КГБ удалось выйти на некоторых московских и киевских диссидентов. Именно из больших городов и поступал в Томск самый сдат. Явно вырисовывался большой процесс. Основные подследственные не могли отрицать чтение имя антисоветской литературы. Важно было доказать распространение. То есть то, что каждый не только читал сам, но и давал почитать другим. В конце концов, Ковалевский и Кендер признали, что брали некоторые книги у Чернышова. По замыслу следователей, все трое не должны были встречаться друг с другом во время следствия. Только на суде по недосмотру конвоиров такая встреча случилась. Один раз нас троих свели в одну камеру, что это было нарушением. Они прошляпили. Нельзя было, поскольку я не признавал свою вину, и они боялись, что я окажу влияние. Сюда куда-то? Да, вот в этой камере мы так вот сидели здесь. Но мы как-то не знаем, вы ссорились или... Нет, я ничего просто так сказал, что он просто непорядочно поступил, я так выражал свое мнение. Говорю, вы понимаете, что теперь последствия, конечно, будут для меня другие. Ну, Ковалевский сказал, ну, меня ты можешь понять, у меня трое детей осталось. Кенгеля тоже там, а мне якобы терять нет, ну, правильно, тогда так, вот и получилось. Они подыграли им, вот что, мне обидно перед этим мерзавцем, этим органом, понимаете, они подыграли, конечно. Те получили козырь в свои руки. То есть уже два человека, признав свою вину, третью можно было, как сказать, две трети признания есть. То есть можно было уже дело закрыть и срок накрутить. Больше года, пока длилось следствие и суд, Александр Ковалевский, отец пятерых детей, провел в такой вот камере. Ну, я чувствовал просто, что ссорность приговора зависит от моего поведения. Дальше, таки, ну, скажем, оказалось, что я не умею врать. И вот, когда меня прижимают к каким-то вопросам, просто, ну, не могу я вот соврать, и все. Или уж надо было просто вообще отказаться, что ли, говорить, что я по моральным соображениям не могу отвечать на это. Я понимаю вот то, что если я такую линию займу, значит, меня зовут по максимуму. А тут дети, жена, ну, вот такие вот вещи. Дорогая, если бы ты знала, как у меня болит душа за тебя. Не все я сделал для тебя, что хотел. Хоть бы раз еще увидеться до лагеря. Лапа, не теряй мужества. Записку можешь прочесть вместе с ребятами, при условии, что они солидарны со мной, и все правильно поймут. Это письмо к жене Ковалевского не попало. Было изъято во время обыска в камере и приобщено к делу. Тем временем на допросы вызывали все новых любителей запрещенного чтения. Среди фигурантов этого дела известнейшие сейчас в городе люди. Кто-то ломался сразу. Их показания читать сегодня особенно тяжело. Взлюбленный метод такого процесса в былые годы, что называется, стравить под следствием. Это комитетчикам удалось. Уже после суда и вплоть до сегодняшних дней продолжается выяснение отношений между жертвами процесса. Ну вот Уханов, да, всю литературу он добросовестно изучил. Говорит, это его отзнаки, пометы на полях. Я иногда ставил сик там или галочку. Говорит, это его он так. Все добросовестно выложил. Он, конечно, считаю, предал меня. То есть по идее, не убеждение. Я ему зоны написал письмо. Говорю, что ты, конечно, выполнил роль Азефа. Вот если бы сейчас вернуть все обратно, то ни одного слова этих показаний я бы не изменил. Знаете почему? Дело в том, что то, что вы прочитали, это просто вершина айсберга. Вот очень многое осталось за кадром. Я вам должен сказать, что самое интересное было бы вам пообщаться с людьми, которых на процесс не вытащили. Ибо, вообще говоря, плата за невытаскивание на процесс была очень простая. Вот такую вот закорючку надо поставить, моя подпись. Но только на другой бумажке. Понятно, да? Нет. Ну, то есть просто работать на эту организацию. И все. То есть у вас был выбор либо... У любого из участников процесса. И ряд из тех, кого на допросы вызывали, этот выбор сделали. Я надеюсь, они будут смотреть эту передачу и знают о коме говорили. К сожалению, главный из пострадавших, а пострадавшим я называю того, кто отсидел наибольший срок и наибольший ущерб показал, сделал все для того, чтобы втянуть в эту орбиту множество других людей. То есть, попросту говоря, благодаря нему госбезопасность пришла во множество домов. И вот моя задача была в том, чтобы это число домов было как можно меньше. Знаю я прекрасно все эти показания, но мягко и не очень красиво. Другого способа просто не было. Леонид Уханов в 82-м был одним из руководителей популярного тогда в Томске клуба восточных единоборств. Прошел через несколько допросов. Знаете, что грустно, что вот эти люди, вовлеченные в этот процесс, они имеют больше претензий друг к другу, нежели к следователям КГБ, нежели к судьям. Я согласен. Я об этом тоже думал, Юлия. Это состояная часть синдрома заложников, прежде всего прочим. Вот если вы когда-нибудь читали показания тех, кто был жертвами насилия, был заложниками, это состояная часть. Они больше имеют претензии именно друг к другу. По мнению опытных диссидентов, главной ошибкой многих подследственных в тех годах была сама попытка обыграть следователей, сказать им что-то, дабы не сказать главное. Немногие решались тогда просто отказаться давать показания. Но именно так все-таки поступили преподаватель университета Вильгельмфас и геолог Геннадий Новиков. Последний сегодня понимает, почему многие тогда проявили слабость. Совсем не глупые все люди, но давление. Нам, вот я сейчас смотрю, противостояли профессионалы, понимаете, умеющие, мастера такого психологического давления, с разных сторон, умеющие понять тонкие такие струночки человека, на которые можно давить. И тут каждый как мог защищался. Тут мы были по одному. Были среди томских подследственных и те, кто начинал стойко, но вдруг срывался на очередном допросе. Протокол допроса. Вопрос следователя. Когда и при каких обстоятельствах вы начали читать сам издат? Ответ. История моего падения началась с чтения книги Набокова «Лолита». Меня удивило, что Чернышов печатает такие вещи. Также Чернышов дал почитать мне архипелаг ГУЛАГ Солженицына. Это цитата из четвертого допроса Николая Кощеева. С ним вместе мы несколько часов изучали в архиве это дело. Николай впервые читал многочисленные протоколы допросов своих подельников, перечитывал свои собственные показания. Вот они, ваши показания. Скажите, вы их помните? Значит, конечно, показания я помню. Значит, мало того, я могу сказать, что, вообще говоря, эти показания таковы, что вся моя последующая жизнь, это, наверное, все-таки форма покаяния. Так или иначе, но вот поддался. Поддался на совершенно нелепые слухи, что все это будет закончено миром, что им не надо большого дела и так далее, и так далее. А потом, когда я все-таки понял и оценил, что нет, так не бывает, я решил, да, так можно сберечь себя. Ну, а потом что? Значит, осина? Осина петля. Уже на пятом допросе, а потом публично на суде, Николай Кощеев откажется от своих показаний, заявив, что все они не соответствуют действительности и даны под давлением обстоятельств. Допрашивавший Кощеева следователь Севец и сегодня живет в Томске. Сейчас он в отставке. Вспоминать с нами было, отказался. Сильный был следователь, слов нет. Но занимался он чем? Действительно, просто пытался переломить хребет. Слабость проявить было не мудрено, поскольку в одних и тех же руках, в одной и той же юрисдикции были дела по шпионажу, по измене родины. И вот дела, которые закончились обвинением по статье 191. Клевета на советские общественные государственные строя. Подпугивались сильно. Если рассказать, какие там муссировались слухи, там, естественно, созывалась такая иллюзия, что просто могильной плесенью пахнет. Николай Кощеев приходил на допросы с воли. Еще труднее было тем, кого привозили в КГБ и СИЗО. Тем более, что никто из этих людей к борьбе с режимом себя не готовил. Я героем-то не был еще и потому, что моя-то цель была разобраться. Но я видел, что что-то в жизни не в порядке. Но что? Я хотел понять причину. То есть я подходил как научный сотрудник просто. И у меня и мыслях не было бороться с режимом, что-то такое, устраивать какие-то демонстрации и так далее. То есть я был в каком-то смысле, ну, кролик, что ли. Особенно мучительной по воспоминаниям Ковалевского и Чернышева была во время следствия сама ситуация неопределенности. Они не знали, кто дал показания, кто нет. Можно ли верить следователям, уверяющим, что товарищи ваши, дескать, уже все равно во всем признались. Никто не знал, и как вышли комитетчики на Чернышева. Только сегодня, изучая дело, мы нашли самый первый донос КГБ. Вот он донос, с которого, похоже, началось все. Заявление считаю своим долгом сообщить вам для принятия мер к заведующему криминалистической лаборатории товарищу Чернышеву АА, который, на мой взгляд, занимается размножением разного рода... Автор этого доноса в те годы работал в прокуратуре и по долгу службы бывал в лаборатории Чернышева. Сегодня он тоже в отставке и тоже отказался встретиться с нами. В прошлом году этот человек пережил инфаркт. Тогдашние его жертвы полагают, что не стоит называть фамилию доносчика сегодня. Что касается людей конкретных, ну, скажем, прокурор, судья, то у меня, скорее, такое немножко брезгливое сочувствие к этим людям. Что сочувствие в любом случае. Или они не понимают совершенно, в каком грязном деле они участвовали, или понимают, ну, тогда еще хуже, что по-прежнему в этой системе работают и все такое. Вот. Особенно вот Ваеват, ведь у него отец пострадал, и он все равно участвовал в этом процессе. Антон Ваеват, сын репрессированного, был судьей на том процессе. Сегодня он по-прежнему работает в суде. Такие какие-то рассуждения были, что вот Ваеват злодей. А что бы получилось? Ну, допустим, что я мог в то время сделать? Отказаться от рассмотрения дела. Значило бы это, что это дело кто-то другой судья не рассматривал. Чисто случайность распределить дело я должен был рассматривать. А по поводу мучений я не считаю себя человеком, который виновен в том, что вот эти люди, которые были осуждены, претерпели. Это виновата то законодательство и тот строй, который действительно был в то время и таким образом осуществлял свою защиту. Суд по делу книжников был открытым. И по свидетельствам очевидцев, больше напоминал филологическую конференцию. Судье важно было доказать, что в изъятых произведениях есть клевета. Подследственный это отрицает. Этот процесс вообще, конечно, мне напоминал, что процесс Кавки. Это что-то было такое иреальное, понимаете. Я как раз Кавку тогда процесс прочитал. Я построил теорию абсурда, как говорится, этот процесс напоминал. Все понимали, что это глупость, дикость, обсуждают тут произведения, литературу и так дальше. А судьбу человека решали. Государственным обвинителем на том процессе выступал прокурор Попырен. Он добросовестно изучил все изъятые подсудимых произведения. Знакомился с документами, которые изобличали их преступную деятельность. Читал произведения. И Александра Зиновьева, которые им вменялись как антисоветские. И автор Ханова, и других авторов. Все это было мною очень тщательно просмотрено, изучено, прочитано. И выработана позиция, государственная позиция государственного обвинителя. Вот поэтому возможно... А вы им что менялось, что в этих произведениях клевета? Да, клевета на наш советский общественный строй. И не только в произведениях. Там же были и другие обстоятельства, которые им менялись. В частности, там рассуждения Кендаля, записанные на пленку. Когда вы это прочитали, вы согласились с тем, что в этих произведениях действительно клевета? Конечно. Конечно. А их можно посмотреть. Не все в них клевета. Но эти произведения были признаны официально антисоветскими. То есть они наносили вред тому режиму. Режиму советскому, социалистическому. Но они были клеветническими, эти сочинения? Их надо тогда сейчас брать, читать и буквально оценивать. Я не насмелюсь сейчас вот сказать вот так вот сразу, клеветнически. Суд по этому делу начался 31 августа. Приговор прозвучал 17 сентября. Анатолий Чернышев был осужден по трём статьям. 162-я часть 2, 190-я прим и 218-я часть 1. В итоге Чернышев получил 3 года, 6 месяцев лишения свободы с конфискацией всего имущества. Осуждая Чернышева по уголовной статье и приговаривая его к отбыванию наказания в зоне общего режима, суд не посчитал нужным учесть тот факт, что у подсудимого первая группа инвалидности по детскому полиомериту. Вот паспорт, фотография, который у меня снимался до посадки в тюрьму. А вот следующая фотография, это после освобождения. Разница, конечно. Александр Ковалевский и Валерий Кенды по статье 193 получили год и 6 месяцев лишения свободы каждой. Николай Кощеев по той же статье был приговорён к году исправительных работ. Пострадали тогда и многие другие. Подследственный Арцемович был приговорён к принудительному лечению психиатрической больницы специального типа до улучшения состояния. Именно так, до улучшения состояния. И было сказано в приговоре. Сегодня Арцемович живёт в Прибалтике. Доцент ТГУ «Фаст» был уволен из университета. Многие не защитили свои диссертации, не попали в аспирантуру, лишились работы. Уже из зоны Чернышёв написал несколько писем Легачёва, призывая секретаря обкома остановить этот беспредел. «Егор Кузьмич, поскольку КГБ и прокуратура допустили ряд серьёзных нарушений законности, прошу вас ознакомиться с материалами этого дела. А дело это не совсем обычное, тем более для Томска. Да и лица, привлечённые к уголовной ответственности, тоже необычные. Начальник правоохранительного учреждения, кандидат наук, философ-социолог. Да, Костёрыск книг является, конечно, эффектным зрелищем, но и не менее диким в наше время. Видимо, об этом не подумали, вынося приговор. Я уже не говорю о том, что в этом костре сжигаются знания, труд и, что, пожалуй, самая страшная – вера в справедливость и гуманность. Особенно дикой эта акция является для Томска, города науки, учёных и студентов». Ответа на эти письма не последовало. Сам Егор Кузьмич перебрался вскоре в Москву, в Политбюро. Томские книжники полагают, что отчасти повышение было наградой за столь удачный процесс против местных антисоветчиков. Впрочем, у того следствия всё-таки был один большой прокур. КГБ так и не обнаружил автора тех злополучных листовок. Нам это сделать удалось. Только сегодня, через 18 лет, этот человек впервые согласился перед телекамерой рассказать о том, как расклеивал те листовки. «Это была уже моя инициатива. Никто об этом вообще не знал. Абсолютно никто. Мне хотелось, когда я всё это прочитал, всю литературу, ну, примерно года два-три я читал. По ночам читал очень многое. Мне захотелось поделиться. Пусть люди узнают это всё. Я писал в Атмане плакатными перьями. Писал большими. Расклеивал. Расклеивал я не в одном и том же месте. Постоянно менял место. И на черемошке расклеивал, на слепановке. Кругом вообще расклеивал. Ну, примерно в месяц раза два-три. Это было где-то летом чаще, конечно, было, потому что легче было клеить. Это сейчас всякие самоклеящиеся есть вещица. Раньше ничего не было такого. Клей на морозе сворачивался, не приклеивался. Брал пластилин, и пока шёл, его мял в кармане, аж банджитки, можно сказать, таким клеющим. Раз, мгновенно, цоп, цоп. Ни с кем из участников процесса Анатолий Сизов, в 1982 году рабочий строитель, знаком не был. Действовал один на свой страх и риск. Литературу возил из Москвы. Один из столичных диссидентов оставлял её для Сизова в камере хранения. А осуждённые в 1982 году книжники после зоны их судьбы сложились по-разному. Чернышёв не мог устроиться на работу. Ему не компенсировали отнятое имущество. Сегодня он говорит, что во многом разочаровался в диссидентском движении и называет себя православным патриотом, монархистом. И вновь серокопирует литературу. Правда, теперь иного содержания. Ну, я продолжаю, так сказать, старое хобби, чем занимался и до посадки. И что мне в своё время поставили в вину, как занятие запрещенным промыслом. Сейчас это не запрещается, ничего можно делать. Николай Кощеев сегодня журналист. Пишет в основном на правозащитные темы. Уже 18 лет не может простить себе той минутной слабости. Надо было садиться. Это однозначно ясно. Валерий Кендаль уехал в Москву и не возобновил прерванную научную карьеру. Сегодня занимается бизнесом. Александр Ковалевский после отсидки не мог устроиться на работу. Подрабатывал чернорабочим, а перестройка совпала с пенсионным возрастом. Александр Францевич также все эти годы анализирует своё поведение на допросах. Иногда я бывал слаб. Так что, ну, по поводу вот некоторых вещей, скажем, меня так прижимали, что я вынужден был некоторые фамилии всё-таки назвать. Самое неприятное — это Маргариту Борисовну Набокову. Как-то я назвал, что-то брал у неё. Маргарита Набокова, племянница знаменитого писателя, в 30-е годы отсидела своё по 58-й статье. Работала на Масфильме. В 1982-м ей было 78 лет. Она давала своим знакомым из Томска почитать сам издат, что стало известно во время следствия. Александр Ковалевский на одном из допросов признался в знакомстве с Набоковой. Маргариту Борисовну вызвали в Москве на допрос, после которого она скончалась от сердечного приступа. Это... Ну, совесть мою мочит это. Вот, хотя я и старался. Где только можно умолчать, вот ничего не сказать. Но не всегда это удавалось. А следователи КГБ — Сергеев, Юрченко, Коломеец и другие — сделала себе на этом деле карьеру. Получив повышение, многие из них уехали в столицу. И сегодня продолжают работать, теперь уже ФСБ. Нам неизвестно, переживал ли кто-то исследователь все эти 18 лет за сказанное и сделанное в те годы за десятки сломанных ими судеб, так, как переживают до сих пор их подследственные за невольную свою слабость. А десятки книг, за которые людей сажали, опубликованы теперь большими тиражами. И, кажется, немногие уже читают эти книги сегодня. Субтитры создавал DimaTorzok